Нас кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы толчок забит. Нет, серьёзно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Я скажу тебе, кто тут ночует. Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою мать! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блядь. Только один? Палец на спуске, Ви. И не звука. У меня послание. Сляди. К двери не подходи. Я же знаю, что ты там. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Я же знаю, что ты там. Кто там? Я спросил, кто там. Хочешь, чтобы услышал весь мотель? Или все-таки откроешь? У меня оружие. Так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханако? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Так и Мура сказал мне, что поставил на тебя трекера. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йори Нобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока Рана свежа. И ты мне поможешь. Ты живое доказательство его преступления. Неужели я неясно выразилась? Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела души губ. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Иросаки не убегают через Черный Ход. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот, что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Росаки. Мы получили, что хотели. Тебя от Прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город. Брат-убийца. Ну и херовый вор. Поэтому она и послала Прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блядь! Так, приготовься. Блядь! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. Вставай. В пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в пасифике. Мы в пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. У тебя в руке был псевдоэндотрезин. Понимаешь, без него в этом теле жить немного тяжеловато. У меня было чувство, что твое спящее «я» старается от меня избавиться. Пришлось с ним побороться. Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Ну ты как? Готов? Ты сомневался. Каждый раз, когда ты хотел закинуться, тебя начинало мучить совесть. То есть у Джонни Сильверхэнда все-таки есть совесть? Слушай, давай не будем об этом. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Я был молод и глуп, как ты. И записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну не возьми, побеждают всегда корпорации. А проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я... Я сделал бы то же самое. Да, спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Пойдем уже отсюда. Есть идеи получше? Еще нет. Но есть просьба. Какая? Адам Смэшер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смэшера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться. Поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Ага. Хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Ну ты как? Готов? То есть, мне рассказать бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с бестией насчет Смэшера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Пойдем уже отсюда. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет. Меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет. Мне нужно просто сказать ей про Смэшера и повспоминать старые времена. Она сразу кленет. Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмерти. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok Так что сложно! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...